Почетный гость Чернобаев Смоленская крупная, хорошо хранится, великолепных вкусовых качеств. Я с дуру взял три дерева себе, это сделал, ну, ты три, а я десяток этих, выросло, скелетных. И когда первую грушу я попробовал, чуть не помер, от косады, я это откусываю. А я сейчас, она падает, я топчу, смотри сюда, ладно. Дело в том, что Боднер, как на это матерился, он же самостоятельно выписал, и тоже влип такая же. Ну, я-то у тебя, вот, мешок вот у тебя стоял такой, как из-под цемента, такая желтая бумага по весне. Ты говоришь, возьми, выбери, что тебе понравится. А ты выбрал. Вот, что понравится. А остальное мне, мол, говоришь, это подвоя нету, буду это сжигать, костеркину. Я, давай, там читал-читал и вычитал. Самое хреновое. Не, я там еще что-то было выбрал, но сейчас уже не помню. Так, короче, ты специалист, давай. Ничего. Ну, чего-чего, я никогда не укрывал. А, ну, я делаю так, на зиму. Ну, у меня более крупные же деревья. Вот, вбиваю здесь колышек небольшой, хомуток вот так тряпочный, раз, веревкой и прижал. Они же очень гнущие. Так, подчеркиваю, непривитая. Да, скажу, потом скажу, обманул. А знаешь, что это такое? Абрикон. Сеянцы, сами это. Да, это сеянцы, подумают, чтобы привить на него. Смотри, потом ставлю ветки сосновые, порядочные вот такие вот, полностью вот так обкладываю. Это две пользы. Мыши не очень любят там быть, и фитонциды, видимо, не дают сопреть этим. Самим стволиком. Далее. Накрываю агрилом и все. Есть, где у меня на ветру стоят, в бешеном таком ветру. Я сначала накрываю синтепоном тридцатка, вот, а потом еще и целлофаном сверху. Сохраняется классно. Да, ты видел. Ну, я сделаю попроще, потому что это, это, ты рассказываешь тему, кто возьмет ручку, запишет и побежит в магазин. И вот эти вот, понимаешь, ветки вот так вот стоят. Ну, шаваш получается, плотный такой, из хвои, из веточек. Там тоже микроклимат сохраняется, потому что это... Ладно. Агрилом закрыто, все. А самое страшное, это когда ветерок, морозится ветерок, он выветривает быстро эти степеньки. Все ясно. Так. Высушивает, скажи. Пойдем дальше. Пойдем. Значит, смотри. Я сейчас покажу тебе, у меня дерево неудачно расположено. Очень неудачно. Вот. И, но тем не менее, я дождался первого урожая. Именно на нем, не вообще, а на нем. Вот. Браморная груша. Плодика три еще осталось. А это, судя по всему, слева большая груша, это сварок. Ой. Слышай. Сот процентов. Ну, пойдем, раз ты заметил, иди сюда. Громадная такая. Вот семечки выколопаю, и все. Да как? Подвои будут хорошие. Вот пока, слава богу, один заказал сто косточек. Она же эта. Да, еще, знаешь что? Она очень стойкая. Подними спелую, выбери. А дело в том, что я боюсь их продавать косточки, как эти. Как культурные семечки. Как культурные. Почему? Потом материть будут, скажут, приедем, морду набьем. Я говорю, для подвоя, они тоже хороши. Для подвоя, да. Для приполярных районов пойдет, как в это, самостоятельная культура. Пойдет? Ну, что, я сварок не знаю. Ну, чуть-чуть вяжет. Ну, ведь его можно есть. Вот. А семечко-то тю-тю. Смотри. А вино какое с ним? У него мама, это, это, уссурийская. Папа, французский, шикарный сорт. И привита опять на уссурийскую. Что с косточек будет? По Мичурину. Как он с Антоновки получил дички, семечки сеял. Что-нибудь да будет. Самогонка будет? Во. Я вырезать это или не надо? Не надо. Потому что в магазине зачастую отраву продают. Так вот, люди перешли давно уже на самогонку. Сережа, ну ты ни разу не был у нас скучного разговора. Ни разу. Константин Ильич, а статисты, значит, толкуют так, что у нас в России чуть не на 40% сократилось потребление спиртного. Ой, да-да-да. На 40% увеличилось потребление. Да-да, на 40% выросло самогонаварение. У нас сейчас агопить бросили, да, сейчас все бросили, прямо толпами бросали, представляешь? Ну, вот, жажду утолять хорошо, да приятно им все равно на вкус. Вяжет чуть-чуть, но... У меня есть специальное дерево, на нем сейчас, если мы дойдем до него, сварок молодой, штук 200 отборных веток на прививку. Вот, значит, что можно? И посеять его, и на него привить, и не на 8-й, 10-й, а на 3-й год уже быть с грушами. Если сварок, то сварок, он же не испортится? Нет, наверное. Нет. А что бы он испортил все? Так, ну что, пойдем с Татьяной знакомиться. Пойдем. А, ты бы знакомы. Ну, то-то делай. Он меня сажен-то забирает. Так. Здравия желаю колхозникам и садоводам. Где Таня? О, все, прожминулись. Туда пошла? Кстати, посмотри отсюда. Какая прекрасная эта. Хорошая. А за ним? А за ним Слава Мичуринска, но, к моему большому сожалению, вот, я его изуродовал, привив к этим, начинки резал. Теперь переживаю, выживет нет, замены нет. А вот. Ну, параллельно надо было еще? Да нет, параллельно уже на все руки. У меня же когда-то было только яблони 200 сортов. Вот. Хорошо я был молодой и не горбатый. Вот, смотри, соседи. Смотри. Догадайся, чьи вот это я. Когда говорят, раньше был, говорят, молодой, здоровый, красивый. А сейчас только красивый. Вот, смотри. Тоже как специалист. Мне кажется, вот это вот шикарнейший дюк гибрид. Вот, вот с такими листьями абрикоса, ой, червя, но это видишь-то. Посмотри, посмотри. Здесь курятник. Почва вся изуродована. А мне кажется, куры загубили. Ну, как? Да не знаю. Ведь чего бы она вдруг, и когда с нее ветками не брали никогда. Ну, чего вдруг она взялась, стала мертвой. Ну, может быть, это... А мне кажется, не было бы курятника. Александр Ильич, может, вымерзла просто. Какая ты что? Или она морозостойкая. Ты что? Какая вымерзла? А на ней плодов столько каждый год, включая последний. Столько плодов, что и дерево не видно. Чего бы она вымерзла, отдавая плоды? Это все вот эти. А, то есть в прошлом году она была облеплена. Даже нам доставалось. Вот то, что свешивалось, дети ели. Хотя своих делать некуда. Ну, чужие вкуснее. Совершенно верно. Чужие точно вкуснее. Вот. Ну что, походили. 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 Да, тут у меня почти все уже отошло. Память, Якуля, тебя не удивить? Нет. Чем меня не удивить? Меня бы можно было удивить, допустим, толгарку, если бы ты вырастил. Толгарку я... Да, у меня бы вымерзала бы, вымерзала. Лет 10 с ней воевал и бросил. Выкинул за забор. Я соседу, он вырастил полностью и все равно замерзал. А у себя переезд. Прикопал десяток саженцев толгарки. Сам привил. Прикопал. Сгнили при этом. С тех пор я научился понимать, что груши прикапывать нельзя вообще. Это надо специальные условия. Я не пробовал, почему не знаю. Прикапывать на холме. Знаю, что вот эти нежелательно прикапывать абрикосы. Они не терпят этого. Ой, пойдем. Пойдем. А, слушай, понял. Наверное, последний будет неплохой фильм. Ради бога, скажи мне, что это за сорт. Приезжал ко мне сын с Украины. Сейчас он, кстати, уже русский, как многие, стал. Всем я его поздравляю. Теперь он русский. В Саногорске родился. Вернулся в Россию. Так вот. Это я учил плевать. Получилось вот это. Думал, думал и не знаю. Скажи ты, теренок мог брать у тебя? Только не помню. Не знаю, Константинович. Потому что это, как? Курдюмов говорил. Откуда я, говорит, знаю? Две с половиной тысячи сортов. Я вообще разговаривал. 50 тысячи официально. А еще они похожи. О, это уже все. Ну, и вот таких сортов я раньше десяток видел. Хранится хоть? Не знаю. А, не пробовал? Не, вот смотри. Падают. Полежат. На семена пускаю. Ну, а что, когда это? Ну, она... Вот представь себе. Переработку пускай. Да, не, не, это для меня это. Это если бы у меня аппарат был самогонный. У моего друга взорвался самогонный аппарат. Попал бы в реанимацию. Ну... А я и не пытался. Не, не, не. Это, значит, самодельный какой-нибудь. Ну, конечно. А фирменные, они не взрываются? Все, все, все. Куча клапанов. А то вырезать придется. Да не надо. Заблокируют. Все. Да, ничего страшного. Так, у нас потребление алкоголя уменьшается. Точка. Читаю, говорит. Читаю. Все. Читаю. Проехали. Слушай, я еще хотел сказать. Значит. Почему я считаю, что именно это надо пускать даже на семена? На черенки. Вон они, смотри, какие красавцы. Переходи, да. Вот так вот, слушай сюда. Сама идея. По всей стране был страшный удар не просто заморозки. Морозы. Еще и позднее, когда появились листики. Это был еще страшный удар. Урожая нет в целых регионах. Слышал, знаешь. Слышал. Ну, смотри сюда. Хоть бы хны. Годится на размножение? Конечно. Ну вот. Еще вкусовые качества. У нас тоже у многих нет ни одного яблочка. Можешь описать, как они на вкус? Нет. У меня повышенная кислотность. Я яблоки не ем. Я только груши сладкие ем. А что описывать? Бери, кусай. Да я это самое. Уже у меня полный живот всяких разных трав. А, да после сливки тебе не понравится. Пойдет? Что, правда? Давай я дома попробую. Сладенькая. Сейчас. Вот. Я дома попробую. Спилы. Вот. Отличный. Чуть не сказал с этим. Сремка чая. Как бы, знаешь, мне обидно, что у тебя все есть. Я не могу сказать. И это... Леня, забирай все. Но не могу. Она закускала. Ты смеяться, ты смеяться. Ну, серьезно. Ты смеяться будешь, я сейчас скажу, забирай. Ну. И у тебя одевать... Вот сколько ты у тебя, тонна всегда две? Не знаю. Я же никогда не... Ну, я знаю. Не зло, что у тебя такие запасы. Это выглядит так. Приезжает машина, пять человек. Ну, допустим, хозяин идет торговаться к Сергею. Остальные все это распознают по саду. Идут по сути. Потом они возвращаются. А я же... Они... Ой, как за... А я только нахваливаю. И не говорю, что не берите, нельзя. Вот. За славу разносят. Вот. Я им ведерко, они мне славу разнесли. Вот. Они мне ведерко, я им. И вот так. Сотрудничаем. Ну, что? Ты меня угощал? Угощал. Угощал я ее. Будешь пробовать? Нет. Здесь, знаешь, что? Ей просто не повезло. Вот она такая. Ну, это... Это 280 грамм примерно. 300 не дотягивает. Так вот. Места мало. Это я тебе, как коллеги, жалуюсь. Посмотри. Самое солнце уходит. Вот оно. Вот там на верхушках, видишь, есть еще? Почему? Там хоть чуть-чуть солнце достает. Она полностью закрыта всеми. Вот туда смотри. Все закрыто. Вот. Есть, правда, тут плюсы какие-то. Знаешь, я заметил, что... Вот это вот сразу скажешь. Скажи, что это не дюк. И мы с тобой поссоримся. Крупная отборная вишня. Лист, смотри, не грушевой, не вишневой. Да. Смотри сюда. У тебя лист такой же, как и на этой самой... На твоей Жуковской. Да-да-да. Ты что, я тебе сто раз говорю. Жуковскую я внедрил гены черешни еще 20 лет назад. А вот это черешня. А это чистая черешня. Это прививка Серега делал. Знаешь, откуда привез? От Боднера. Царство ему небесное. Вот. Смотри. Читаем. Пусть все знают. Сказка Боднера. Ага, нормально. Сказка. Ты знаешь что, у меня Боднерусские повымерзли. Все-таки у нас мороз посильнее. Снега нет. Не-не-не, у тебя на неделю-две раньше все зацветает. Какой мороз? Ну, вымерзли. Я себе посадил. Ты... Зятю посадил. Соседу дал. На этом, вот на этом, никогда не вымерзнет. Вот. На этом никогда не вымерзнет. Вот она, штамбовая вишня. Слушай, мы снова опять сцепимся сейчас. Вот она, штамбовая вишня. На ней никогда. В твоем районе никогда. Вот. А здесь у меня что получилось? Смотри. Это, так сказать, диплановый гибрид. Дикая вишня. Вот ее лист. Настоящая дикая вишня. Смотри. Вот он такой. Никаких признаков черешни. Ген черешни. Так. Это черешня. Вот. А это... Черешневые ветки замерзли, погибли, как ты говоришь. Так. А вишня стала еще не черешней. Но теперь это не вишня, не черешня, а гибрид. Это я со специалистом говорю. Вот. Хрен не его знает. Ты выбирай слова. Вдруг какие ученые скажут. Два тут этих. Да ладно. Кроме мата ничего не знают. Это не мата. Сам Путин даже так и не знает. А, из хрена это растение такое. Да. Вот. Так. Украинцы как обычно говорят. Чтобы это нематерно звучало. Они говорят хрон, а не хрен. Да? Ну. Нормально. Так. Ну, полюбовались мы на сварок. Угу. Вот. Удобрение. Самое главное я тебе хотел бы, я показал. Это венгерки и грушу мраморную. Ну, у тебя большой акцент все-таки на абрикосы. Абрикосов очень много. А это у меня иначе нельзя. Хоть такой попробовать. Такой. У меня сыновья манжурца все разные. Еще. Вот сколько косточек, все разные. Это здорово. Абрикосовая манжурца все-таки на абрикосы.